Лекция по Шримадбхагаватам. Первая песня, глава 15, текст 39. Прочитана Его Божественной Милостью Ачеба Ктивиданты Свами Прабхупады. 17 декабря 1973 года в Лос-Анджелесе. 18. Затем он сделал Ваджру, сына Анирудхи, внука Господа Кришны, царем Шурасены в Мадхуре. 18. После этого Махараджа Юдиштира совершил жертвоприношение праджапатия и, желая оставить семейную жизнь, поместил в себя огонь. 18. Итак, прежде всего Махарадж Юдиштир назначил своего внука, Парикшита Махараджа, императором всего мира. 18. Это были близкие семьи, ибо династия Кришны, династия Яду и династия Махарадж Юдиштира, династия Куру, 18. Были связаны различными узами, благодаря бракам. 19. Мать Махараджа Юдиштиры, Кунти, принадлежала к династии Яду, 19. То есть она была тетушкой Кришны, сестрой отца Кришны. 20. Точно так же жена Арджуны Субхадра, здесь у нас стоит Субхадра, 20. Она стала женой Арджуны, она была сестрой Кришны. 20. Итак, эти семьи были тесно связаны между собой, семья Кришны и семья Куру. 21. Кришны тогда не было там, поэтому Махарадж Юдиштир заботился о детях и о внуках, 20. И его внук стал императором, точно так же внук Кришны, 20. Также стал царем Шурасены, провинции, в которой находится Мадхура, Мадхураем. 21. Ты можешь прочесть комментарий. 21. Возведя Махарадж Юдиштира на императорский трон Хастинапура и сделав ваджу, правнуто Господа Кришны, царем Мадхуры, 21. Махарадж Юдиштира отрекся от мира. 21. Да. Такова была традиция. 21. Человек должен отойти от дел. 21. К примеру, в настоящий момент, хотя люди просят президента, удалитесь от дел, подайте в отставку. 21. Он этого не делает, упрямо не делает. 21. Потому что знает, это мой первый и последний шанс. 21. Меня больше не изберут. 21. Поэтому он держится за свое кресло. 21. И тратит как можно больше денег. 21. Но в пылые времена цари добровольно уходили. 21. В Индии мы тоже видели это. 21. Множество великих политиков не могли отказаться от своих политических постов. 21. Даже Ганди. 21. Я написал Ганди личное письмо, 21. В котором говорил Махатма Ганди. 21. По всему миру вы известны как очень благочестивый человек. 21. Вы должны быть очень преданным Бхагавадгитой. 21. Теперь вы обрели свою свободу. 21. Независимость. 21. Вы сражались за независимость. 21. Сейчас у вас есть независимость. 21. Поэтому я прошу вас 21. Распространять, проповедовать учения Бхагавадгиты по всему миру. 21. Я обратился к нему с такой просьбой. 21. Потому что думал о проповеди Бхагавадгиты. 22. Я подумал. 22. Ганди занимает лучшее положение. 23. Если он возьмется за это дело. 23. За проповедь Бхагавадгиты. 24. То многие люди 24. Обратят на это внимание. 24. Ядьяда чарити шришта. 24. Он снискал себе славу добродетельного человека. 25. Люди последуют за ним. 25. Но он не поступил так. 26. Он застрял в политике. 26. И до тех пор, пока его не убили 27. Оппоненты, он так и не отказался от своей деятельности. 27. Точно так же я видел это в случае других политиков. 27. Джавахарлала Неру, Панта. 28. Они не отказывались. 29. Пант был таким слабым. Я видел это. 29. Он не мог даже стоять. 29. И все же он занимался политикой. 29. Он не сдавался. 30. То же самое можно сказать про Джавахарлала Неру. 31. Его разбил паралич. 31. Он до самой своей смерти не мог отказаться от своей деятельности. 31. Но это не ведическая цивилизация. 32. Ведическая цивилизация предполагает, что в определенном возрасте человек должен уйти от дел, несмотря ни на что. 31. Жизнь разделена на четыре части. 32. Брамачари, Грихастха, Ванапраста и Саньяса. 33. Брамана, Кшатри, Ваиша, Шудра. 33. Итак, ведическая цивилизация — это Варна Ашама, Дхарма. 33. Это следование институту четырех Варн и четырех Ашамов. 33. Социальный и духовный уклад. 33. Социальный уклад состоит из Браманов, Кшатри, Ваиши, Шудр. 34. А что касается духовного уклада, то он состоит из Брамачари, Грихастхи, Ванапраатхи и Саньясы. 35. Такова традиция. 36. Если вы не признаете этого института Варна Ашама, Дхарма, 37. Вас нельзя считать цивилизованным человеком, арийцем. 38. Ариец — это тот, кто движется вперед, следуя институту Варна Ашама, Дхармы. 39. Движение вперед — это означает приближение к верховной личности Бога. 40. Такова цель. 40. Люди об этом не знают. 41. Не только сейчас, и раньше тоже. 41. Они не знают, в чем их высшая цель, в чем их истинный интерес. 41. Почему Махараж Юдиштхира отказался от трона, уйдя от дел? 41. Потому что стать царем не является высшей целью жизни. 42. Нет. 42. У него была другая цель жизни. 43. Он оставался царем, исполняя свой долг. 43. Например, вы работаете в каком-нибудь офисе, 44. Или занимаетесь какой-то профессией, 44. Работаете адвокатом, инженером, врачом. 44. Вы можете это делать, потому что вы должны что-то делать, 45. Чтобы жить, чтобы зарабатывать на жизнь, неважно что. 45. Но положение инженера или врача, или ученого, или адвоката 45. Не является конечной целью жизни. 45. Это необходимо, чтобы поддерживать душу в теле. 45. Но это не высшая цель жизни. 46. Высшая цель жизни — постичь Бога. 46. Ради этой цели вы должны уйти, удалиться от дел. 47. Неважно, кем бы вы ни были. 48. В настоящее время люди вынуждены уходят от дел, 48. Их заставляют. 48. Но они не знают, в чем цель жизни. 48. В вашей стране есть много домов престарелых, домов для пенсионеров. 49. Но эти люди не знают, в чем состоит цель, высшая цель жизни. 49. Высшая цель жизни заключается в том, чтобы постичь Верховную Личность Бога. 49. Так как в вашей занятой жизни у вас очень мало времени, 50. Поэтому после жизни грехастхи, после 50 лет, 50. Вы должны удалиться от дел. 50. И неважно, завершили вы свой долг или нет. Неважно, вы должны удалиться от дел. 50. И тогда, после того, как вы получите какое-то обучение, 50. Уйдя от семейной жизни и проживая в уединении, 50. Не совсем в уединении, но в отречении от семейной жизни, 50. Пусть старшие сыновья, дочери, 50. Заботятся о семье, 50. А муж, жена должны путешествовать по разным местам паломничества. 51. Затем они снова возвращаются на какое-то время домой, 51. Но не питая привязанностей, а как гости в доме своего сына. 51. Таким образом, когда они научатся этой жизни, 51. Муж говорит жене, 52. Сейчас живи со своими сыновьями. 52. Они позаботятся о тебе, а я принимаю саньясу. 53. Итак, каждый должен принять саньясу. 54. Не подумайте, что это предназначение лишь горстки избранных, 55. Таких как Читани Маапрабху. 55. Нет, это обязанность. Вы должны. 56. Согласно философии Будды, 56. Каждый обязан принять саньясу и жить сколько-то лет, как саньяси. 57. Это долг человека. 58. Итак, Махараджа Юдидиштхира приготовился 58. К тому, чтобы стать саньяси. 58. Саньяси — это тот, кто живет в отречении. 58. Он уже не обременен ответственностью за семью, 59. Или какой-либо другой ответственностью. 59. Его цель — лишь стать чистым преданным Господа. 59. Это саньяса. 59. Каково определение саньяси? 60. Саньяси — это тот, кто действует, 60. Но не как наслаждающийся плодами деятельности. 60. Это саньяси. 61. Каждый — карми. 61. Это тот, кто тяжело трудится день и ночь, 61. Но желает получить плоды своей деятельности, чтобы насладиться ими. 61. Это карми. 61. Саньяси тоже будет тяжело трудиться днем и ночью, 61. Но он не будет брать эти плоды, 61. Потому что они предназначены для Кришны. 61. Таков саньяси. 62. Саньяси — значит сад ньяси. 63. Ньяси — значит отрешенный. 63. А сад — значит высшая истина. 63. Тот, кто от всего отрекается ради высшей истины, 64. Именуется саньяси. 64. Формально саньяси должен сменить одежду. 64. Например, Махараджа Юдиштира, Арджуна и его братья. 64. Все они были саньяси. 64. Но тем не менее, формально они приняли саньясу. 64. Они отказались от привязанности к дому. 64. Ибо он царь. 65. Если он не покажет примера, 65. То остальные не будут принимать саньясу. 65. Продолжай. 65. Система четырех укладов жизни и четырех каст, 66. Соответствующих качествам и роду деятельности человека, 66. Известная как Варнаша Мадхарма, 66. Является началом подлинно человеческой жизни. 67. И Махараджа Юдиштира, как покровитель этой системы человеческой деятельности, 67. Своевременно удалился от активной жизни, 67. Приняв саньясу и возложив ответственность за правление 67. На получившего соответствующее образование царевича. 68. Махараджа Прикшита. 68. Научная система Варнаша Мадхармы, 69. Делит общество на четыре сословия по роду занятий и четыре уклада жизни. 69. Четырем укладам жизни, то есть жизни Брахмачари, Грихасхи, Ванапрасхи и Саньяси, 69. Должны следовать все независимо от рода деятельности. 69. Современные политики не хотят отходить от активной жизни, 70. Даже если они достаточно стары. 70. Но Юдиштира Махараджа, как идеальный царь, 70. Добровольно отошел от активной деятельности правителя, 70. Чтобы подготовиться к следующей жизни. 70. Да, мы говорили о политиках. 70. Ибо царь тоже политик. 71. Царь неотделим от политики. 71. Это пример. 72. Хотя он тоже был великим политиком. 72. Ему приходилось сражаться на битве, в битве на Курукшетре. 73. Ему приходилось прибегать к дипломатии и всему остальному. 73. Но он не забывал о своем истинном долге. 74. Это совершенная цивилизация. 74. Человек не должен забывать о своих истинных обязанностях. 75. Истинная обязанность заключается в том, чтобы исполнить миссию человеческой жизни. 75. Миссия человеческой жизни состоит в том, чтобы постичь Бога. 76. Бог существует. 76. Вы не можете этого отрицать. 76. Бог есть. 76. Но мы не знаем, кто такой Бог. 77. Каковы наши отношения с Ним? 77. Мы этого не знаем. 77. К примеру, в вашей стране на банкнотах написано «На Бога уповаем». 77. Но если вы спросите кого-нибудь этот девиз вашего государства, 78. Но знаете ли вы о Боге? 78. Никто не сможет ответить. 79. Они будут говорить «Это что-то вроде этого, что-то вроде того». 79. Но нет. Все это очень туманно. Никто не знает Бога. 79. Никто не знает, как довериться, как уповать на Него. 79. Об этом повествует Бхагавад-гита. 79. Кто такой Бог и как уповать на Него. 79. Это тема Бхагавад-гиты. 79. Но люди не знают. 79. У них есть какой-то туманный слоган «На Бога уповаем». 79. Никто не знает, кто есть Бог. 80. Но мы пытаемся внести свой вклад в постижение Бога. 79. Не только Бог. Его образ, Его имя, Его адрес. 80. Мы даем все. 80. Вот образ Бога, Кришны. 80. Если вы не верите, что Он – Бог, то вы должны сказать, «Каков же Бог по вашему мнению?» 80. Если вы не знаете того, кто такой Бог, тогда вы должны принять знания от Меня. 80. Как же вы можете отрицать, что Кришна не Бог? 81. Прежде всего вы должны знать, кто такой Бог. 81. Бог – это Всевышний. 81. Это словарное определение этого слова. 81. Кришна – Верховное Существо. 81. Кришна – Верховное Существо. 81. Кришна – Верховное Существо. он наслаждается а его помощники менеджеры секретари работают для него они зарабатывают для него деньги на заводах предприятий а собственник наслаждается это грубый пример точно так же вот бог он наслаждается он не ходит на работу чтобы управлять своим заводом нет он не ходит он просто наслаждается таково предписание вед натасия карьям каранамча видят это определение бога об этом сказано в ведах упанишаде натасия карьям прежде всего ему ничего не нужно делать лично это первое качество бога если он вынужден делать что-то сам значит он не бог никто не может сравняться с ним или превзойти его это определение бога возьмите любую тему допустим богатство состояние никто не может быть богаче бога никто не может быть равен богу в этом вот что значит величие бог велик как он велик дается точное конкретное определение он велик ибо никто не может сравниться с ним в богатстве никто не богаче его это бог все беднее его поэтому натасия карьям 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 карь поэтому мы будем трудиться для бога но мы придумали собственную программу бог будет работать на меня бог дай нам хлеб наш насущный нам не нужно ничего делать просто дай нам наш хлеб как это но представление ващнаов таково если мы не дадим хлеба богу бог умрет так думает ешода май если и если они накормлю кришну хорошо кришна исхудает это любовь к богу такой человек думает как служить кришне как служить богу это истинная религия когда мы перестаем получать служение от бога но готовы служить богу это истинная религия бог превосходит способности наших чувств такая религия учит своих последователей тому как служить богу как любить бога это совершенно религия и неважно христианство это или индуизм нет если последователи научились любить бога служить богу это совершенно религия и этому учат здесь в движении сознания кришны не учат просить у бога нет учат тому чтобы отдать все богу это движение сознания кришны это необходимо так юдисхтира махараджа преданный поэтому хотя он был великим императором все же сейчас он жертвует своей жизнью ради служения господу это человеческая цивилизация по крайней мере в определенный момент вашего вашей жизни вы должны пожертвовать если вам нечего дать нет денег вы можете пожертвовать свою жизнь жизнь человека может стать совершенной как как можно достичь совершенства пранаяр адхайр дхиявача прана значит жизнь ардха богатство дхия разум и вача слова так у нас есть четыре компонента у нас есть жизнь у каждого есть какие-то богатства или один фунт или миллион фунтов у каждого есть что-то это называется артха прана артха у каждого есть разум и у каждого есть способность говорить так мы должны занять все эти четыре компонента 4 или 3 2 или хотя бы один мы должны посвятить пранаяр адхайр дхия шрея а чар нам сада это принцип религии или совершенство жизни и тогда наша жизнь будет совершенна есть множество других шлог в бхагаватам мы уже говорили о варнаша мадхарме любой цивилизованный человек должен относиться к варнаша мадхарме в противном случае он животное до тех пор пока вы не приняли институт позволяющий вам продвигаться в духовной жизни вы животное в этом разница между животным и человеком у человека есть организация общественная структура религиозная структура политическая структура в противном случае какова разница между человеком и животным у животных нет президента сената парламента или церкви в этом разница так варнаша мадхармы это принятие этих принципов варнаша мадхармы revealed真的是 соответствии с ними браммены должны действовать соответствии с принципами браммена с это Source buds egg что кшатри должны действовать то же сг purely своим принципам ваще должны действовать соответственно я Я много раз приводил этот пример. У меня есть голова, есть руки, есть живот, ноги. Чтобы тело функционировало слаженно, все эти части должны хорошо действовать. Мозг должен хорошо функционировать, руки, живот, должен хорошо переваривать пищу, ноги должны работать. Также все это необходимо в Варнашамадхарме. Это не какая-то условность, согласно которой браманами могут быть только индусы или индийцы. Нет, здесь тоже есть браманы, поскольку это творение Бога. Итак, движение сознания Кришны воспитывает браманов. Сейчас все люди перемешаны, перепутаны. До тех пор, пока браманы не выделились из общества, сейчас, благодаря этому движению, движению сознания Кришны, мы выделяем браманов, потому что есть необходимость в настоящий момент в браманах. Мозга нет. Браманы — это разум, это мозг. Они должны обладать знанием. Вот кто такие браманы. В Индии браманов называют пандитами, хотя сейчас они последние глупцы. Но титул брамана — это пандит. Пандит. Он должен все знать. гьяном вигьяном астикям, брама-карма-саба-бхава-джам. Он должен быть очень мудрым человеком. И он должен практически применять свое знание. Вигьяном. И он не должен быть настика. Он не должен быть атеистом. гьяном вигьяном. Гьяном вигьяном. Эти слова говорят о том, что он должен знать, кто есть Бог. Это гьяном. Браман — это тот, кто уже постиг Бога. Брама-бхавасту. Это браман. Поэтому люди должны идти к браманам. Тадвик Гьянардхам-сагуру. Не став браманом, человек не может стать гуру. Потому что если он не постиг браман, параматма, бхагавана, что он за браман, что он за гуру. Поэтому необходимо знать высшую истину, бхагавана. Он не должен просто заниматься молчаливой медитацией, постигая браман или параматму. Он должен знать бхагавана, кришна ступ бхагаван своям. Бхагаван — это Кришна. Таков вывод-ответ. Кришна ступ бхагаван своям. Итак, даже если у брамана есть хорошее качество, но если он не знает о Кришне, он не может стать гуру. Таково предписание. Шат-карма-нипуна-випра. Випра — это брамана. Нипуна — он должен быть очень опытным. Шат-карма. У брамана шесть обязанностей. Патхана-бхана, яджана-яджана-дана-прати-граха. Браман должен быть усилен. Он должен быть ученым, и он должен учить других. Он не должен рассуждать, что я человек образованный, а на остальных мне наплевать. Нет. Он должен учить других становиться браманами. Патхана-патхана. Яджана-яджана. Он должен поклоняться Богу, и он должен учить других тому, как поклоняться Богу. Яджана-яджана-яджана. Дана-прати-граха. Обязанность брамана не в том, чтобы торговать или заниматься какой-то профессией. Он может принимать милостяные пожертвования. Прати-граха. Но Дана в Индии говорится, что если Браману дали лак-хрупи, он все равно остается нищим. Почему? Потому что он не держит их при себе. Если ему дают лак-хрупи сейчас, то в следующий момент он уже тратит их на Кришну. Дана-прати-граха. Но так даже если человек опытный, патхна-патхна, яджана-яджана-яджана-дана-прати-граха, а вайшнава гурурна-сасиат. Даже если он непревзойденный чтец всех мантр, ведических мантр, он все знает. Тем не менее, если он не вайшнав. Сейчас вы можете наблюдать имперсоналисты. Последователи философии пустоты и множество браманов, они не имеют представления о Боге. Это называется авайшнава. Авайшнав знает Вишну, Бога. Но авайшнав, не авайшнав, не знает. Такова формула, что даже если человек браман, и он сведущ во всех отраслях знания, тем не менее, если он не знает Бога, гурурна-сасиат, он не имеет права становиться гуру. Об этом запрете говорят в Писании. Но швапача, швапача значит собакоеды. Таких людей считают низшими среди людей, собакоедов. Есть разные люди, те, кто едят коров, едят коллсы, верблюдов. из всех этих платоядных людей, тех, кто питается собачатин, относят к самым низшим людям. Так даже если человек происходит из семьи собакоедов, если он знает Бога, он имеет право быть гуру. Таково предписание шастры. Тот, кто знает Бога, не может оставаться собакоедом. Но иногда он происходит из таких семей. Однако шастры говорит, да, если он постиг науку о Боге, его можно принять гуру. Это подтверждает читание Махапрабху. Кто может стать гуру? Каждый, кто знает науку о Кришне, имеет право быть гуру. Таково предписание шастры. Неважно. Будь он браман, или шудра, саньяси, или грехастра. Не имеет значения. Он может быть европейцем, американцем, индийцем. Неважно. Если он знает науку. Поэтому это не ограничивается определенной страной, атмосферой, некой нацией. Сознание Кришны открыто всем. Поэтому мы просим, что европейцы, американцы, принявшие сознание Кришны, достигните совершенства и постижений этой науки и станьте гуру и спасите весь мир. Спасибо вам большое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok